Ветер со склонов Фудзи в город забрать бы, как бесценный дар. Ведь это одно, чему мастер не смог научить. Приветствую вас, креветочные тигры! С вами Грандмастер Федорович. А из этого видео вы узнаете, что такое проникающий удар, который так любит делать мастер своим ученикам. Наконец-то увидите по-настоящему отбитых бойцов, даже больше, чем я. Ну и в конце концов начнете заниматься спортом, потому что после такой мотивации не начать невозможно. Капец, что-то вылетело. Вот такой момент, вот такой момент. Я тебя прям по этим бью, по сиськам больно, да? Не, оно не больно, Анатольевич, оно прям... Ну заходит, оно проникающее. Оно аж туда. Это проникающее. Арказм, арказм. Лежи, лежи, выноси. Это как будто берешь, надо проникающее сделать. Вот я, вот это проникающее. Добро, сделанное втайне, вознаграждается вдвойне. А бойцы, обученные секретным мастером, секретным техникам, в секретном кабаке, становятся мощнее вдвойне. Этот проникающий удар, который так любит делать мастер, действительно опасен. Ведь его можно делать не только руками, но и другими органами и в других местах, например в баньке. Именно поэтому все ученики мастера дрожат от ужаса, когда он выбирает себе помощника, чтобы показать проникающий удар. Но, конечно, есть и такие, кто ездит за сотни километров на тренировку с цветами, лишь бы насладиться всем этим действием и стать первым учеником. Доброго дела не откладывай, а с хорошим ударом не затягивай. Особенно, когда дружбан просит тебя об этом сам, в надежде обрести бессмертие, железную челюсть и стальную башку. Меч, он как воин, либо делает свое дело, либо тупой. Но когда эти два качества объединяются в одно, рождаются легендарные бойцы, которые идут насмерть, не боясь ничего, даже болезни Паркинсона на старости лет, а может и пораньше. Конечно, эти монстры будут реально хорошими рубаками, ведь они убрали страх получить удар и будут с легкостью идти в обмен. Но плохими бойцами, ведь они уже отбитые и не понимают, что бой – это прежде всего искусство защиты. Как доказательство лучше рассуждений, так и действие лучше слов. А этот мастер пожертвовал всем самым дорогим, что у него есть, чтобы смотивировать всех вас к настоящим суровым тренировкам. Дровами огонь не тушат, а личным примером мотивируют. Эта легенда боев без правил всех близлежащих чебуречных и наливаек понял, что у него не осталось достойных противников, поэтому решил смотивировать всех и каждого к занятиям единоборствами, чтобы хоть кто-то смог дать ему хороший бой. А когда вы узнаете, что в бутылке не просто вода, а именно та самая огненная жидкость, за которую и ведутся вселенские бои в пельменной дяде Васи, тогда вы осознаете весь масштаб благородного поступка этого алканиндзи, пожертвовавшего самым дорогим, что у него есть, ради взращивания достойного себе великого бойца противника. А пока наши тигры точат копки, подпишитесь на канал, чтобы не стать их добычей. Когда великий мастер кунг-фу живет в пещере 10 лет, питаясь одними корешками и росой, падающей с потолка, он понимает, что ослаб, и ему срочно нужно набраться сил в тренажерке. Но несмотря на то, что ветер дует, горы остаются стоять на месте. Так и мастера, даже придя в зал с железом, продолжают показывать всем свою небесную силу и технику пяти обезьян. Конечно, возможно, они заприметили какую-то фитоняшку и, как настоящий бабуин, решили сразу показать все, на что способны, чтобы завлечь ее в свою берлогу. Но, думаю, такой техникой они могут распугать не только билдера в зале, но и фитоняшек тоже. В споре побеждает тот, кто громче кричит, а в драке тот, у кого нож. Но это не точно, ведь у противника может оказаться крышка от мусорного ведра. Это легендарная защита была придумана лучшим бомжом района. Ведь у него, как у черепашки-ниндзи, всегда есть панцирь за спиной. Всегда есть крышка от мусорного бачка в кармане. Но если вы не настолько продуманный воин, чтобы везде с собой носить крышку от ведра, тогда в случае появления противника перед собой, срочно бегите в поисках мусорных бачков. А там точно будет или крышка, или выброшенная швабра, которой вы и уничтожите бандюгу. Сначала мастер учит приему, а потом лечит ученика после его применения. Но это не точно, ведь даже косточка от вишни может убить человека, застряв у него в горле. Как карась. Для кого-то карась. Костлявая фигня, а для кого-то прекрасный вариант закуски, так и этот прием. С одной стороны, при правильном применении он может быть довольно эффективен в уличной драке. Но то, как его выполняет этот мастер, заставляет поверить в реальность волшебного касания силой Чи, от которой агрессивно настроенный гопник, добивающий твою голову, как футбольный мяч, будет падать на землю от того, что ему надавили кулаком на ногу. Конечно, бывает такое, что и коза-волка посадит на рога. Но все-таки, пока мастер возится с одной ногой, вторая нога может знатно повыбивать ему зубы зимним ботинком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Два, два, три. Кладрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю ключицу, а потом ключицу вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok